Почти пятая часть состава Министерства обороны Казахстана – женщины. Многие из них занимают руководящие должности и имеют высокие звания. Салтанат Азербек – майор полиции. Уже 10 лет работает в Департаменте внутренних дел. По её словам, служба – это в первую очередь призвание души. Ни на минуту не задумывалась о том, что я женщина, и мне бы какие-нибудь поблажки нужны. Как говорится, 50-процентная скидка. Я работаю наряду с мужчинами, даже в каких-то вопросах перегоняю. Но, тем не менее, я не перестаю быть женщиной. Женщина я дома. Дома я жена, мама. У меня подрастают два очаровательных ребёнка – девочка и мальчик. Дома Надежда Тишаева – тоже любимая жена и мать. А на работе она лучше многих мужчин, разбирается в сальниках, фильтрах и коробках передач. Семь лет назад она открыла свой автосервис. Сейчас под руководством бизнес-леди работают 12 человек. По словам Надежды, ни одной жалобы от клиента ещё не было. Правда, автовладельцы часто удивляются, что о том, как починить железного коня, им рассказывает женщина. Я просто нашла себя. Я работала продавцом, консультантом, и поняла, что машины, детали – это моё. Я консультирую, рассказываю, потому что немногие знают, когда приобретают машину, на каком пробеге всё это меняется. Наши героини – доказательство тому, что в Казахстане нет ярко выраженной дискриминации по отношению к слабому полу. К такому выводу политики и общественные деятели из 12 стран пришли на международные конференции «Женщины. Мир. Безопасность». Казахстан у нас в регионе имеет очень большие достижения в области гендерного равенства. И Казахстан является одним из примеров для создания равных прав и возможностей для мужчин и женщин. К слову, по итогам международной конференции «Женщина. Мир. Безопасность» приняли особый документ. Он обобщил весь опыт в борьбе за права женщин.